Я вам благодарю вас, господин председатель. Мы признательны вам за оперативную реакцию на предложение нашей делегации провести специальное заседание по ситуации в Сирийской Восточной Гуте. Это, разумеется, не означает, что другие сложные районы требуют меньше внимания. В частности, не очень давно по нашей инициативе Совет подробно обсудил тяжелейшую обстановку в Ракке. Да и в целом, в текущем месяце мы не раз возвращались к гуманитарной проблематике Сирии. Я бы просил членов Совета внимательно выслушать то, что я сейчас буду говорить. Назрела необходимость откровенно поговорить о том, что происходит в этом дамасском пригороде. Массовый психоз в мировых СМИ, скоординированно тиражирующих в последние дни одни и те же слухи, совершенно не помогает пониманию ситуации. Пропагандистский сценарий катастрофы в свое время был отработан на Восточном Алеппо, в котором после освобождения от террористов были обнаружены заполненные лекарствами и медицинским оборудованием склады. Мы тогда потребовали от секретариата провести расследование, но представленный Советом Безопасности отчет был откровенно поверхностным. В постоянном поле зрения у нас находится деятельность маскирующихся подспасателей белых кассок, которые, как уже давно установлено, существуют на щедрые внешние пожертвования и тесно сотрудничают с террористическими группировками. Они, как правило, и служат первоисточникам хорошо проплаченной дезинформации. Такое впечатление, что вся Восточная Гуда состоит из одних больниц, и именно с ними сражается сирийская армия. Это известный прием информационной войны. Доподлинно, однако, известно, что боевики повсеместно практикуют размещение своих военных объектов в медицинских и образовательных учреждениях. Но эта неудобная правда почему-то не афишируется. Начать было бы хорошо с того, что в Восточной Гуде продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями, в первую очередь Джабхат-Ан-Нусрой. Некоторое время назад они пошли на нарушение договоренности о прекращении боевых действий, организовав наступление на автобронетанковое управление вооруженных сил Сирии в Харастель. Они обстреливают Дамаск, и интенсивность этих атак нарастает с каждым днем. Сутки выпускаются десятки ракет, и от них уже не защищен ни один столичный район. Эта статистика почему-то не учитывается ООНовскими представителями, хотя постоянное представительство Сирии регулярно ее распространяет. Мы обратили внимание на то, что официальный представитель Генерального секретаря ООН заявление от 20 февраля подает данную информацию как сообщение. Вот и сегодня заместитель Генерального секретаря Лоу-Кок говорил о репортед шеллинг. Но эти сообщения ООНовцы могли бы легко проверить, осмотрев на месте разрушения и навести пострадавших. Не разу обстреливались помещения посольства России. И каждый раз одни и те же делегации в Совете Безопасности под надуманными предлогами срывали осуждение этих террористических деяний. Напрашивается вывод, что кое-кто специально помогает преступникам уходить от ответственности. Кстати, нас возмущает, что представители некоторых делегаций, которые являются лидерами, считают себя лидерами в области защиты прав человека международного гуманитарного права, не так давно на полном серьезе говорили, что связанные с обстрелами насилия в Дамаске не дотягивают по уровню, чтобы обращать на него внимание по аналогии с Восточной Гутой. Нам хотелось бы уточнить, сколько же человек надо загубить, чтобы, так сказать, соответствовать золотому стандарту сострадательности. Ответа не получили. А прилично замалчивать трагедии Рамади, Фалуджи, Масулы, Ираки и устраивать истерики Промадаю, Дараю, Восточной Алеппы и Восточную Гуту, поощряя боевиков на дальнейшее издевательство над мирным населением. Между прочим, методичное уничтожение сирийской Ираки коалиционными силами – это совсем недавнее прошлое. Вряд ли оно должно так быстро испариться из памяти. Когда коалиция утюжила бомбами ракку, никто почему-то не бил в колокола, не требовал соблюдения международного гуманитарного права, не предлагал немедленного прекращения огня. Да, коалиция выкуривала из раки ИГИЛ. Мы это знаем. Но, сделав это, США про город забыли. Разминированием никто не занимается. Кто-нибудь в курсе, что ежедневно в Раке подрываются на минах возвращающиеся туда мирные жители? До 50 человек в день. Подрываются, подрываются на минах. Также не видим большого энтузиазма известных активистов в отношении самого страшного гуманитарного кризиса современности, который разворачивается на фоне вооруженного конфликта в Йемене. Боевики сделали заложниками остающихся в восточной ГУТе людей, не позволяют покидать подконтрольные им территории через пункт пропуска в районе Аль-Вуфидин. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывал незаконной группировке сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры вчера, 21 февраля. Совершенно очевидно, что их не интересует жизнь и безопасность жителей восточной ГУТе, которым они прикрываются, как живым щитом. Задача состоит в том, чтобы продолжить выторговывать в себе тактические и логистические преимущества. Похоже, что это не особенно беспокоит и зарубежных спонсоров этих группировок, которые могли бы оказать на них необходимое влияние. Но нет, они предпочитают поддерживать статус-кво и устраивать шумные кампании по очернению Сирии и России. Энергия также расходуется на фрагментацию международных усилий в области сирийского урегулирования. Вместо того, чтобы должным образом поддержать астанинский процесс деэскалации, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, которые стали важным подспорьем для межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, продолжается кулуарная работа по откровенному подрыву на работах в этих форматах. В дополнение к этому создаются закрытые клубы. Яркий тому пример так называемое международное партнерство по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия, подрывающее согласованные рамки международного сотрудничества в области нераспространения. Знаем, что в Женеве готовится неофициальное представление этой инициативы. Подтверждаем нашу позицию. Представители секретариатов таких уважаемых международных организаций, как ООН и ОСХО, в соответствии со своим нейтральным статусом не должны ассоциироваться с подобными узкими инициативами, не пользующими всеобщей поддержкой. Многие сейчас задаются закономерным вопросом, как добиться скорейшей деэскалации в Восточной Гуте и других сложных районах Сирии. Со своим рецептом выступили делегации Швеции и Кувейта, неформально курирующие в Совете Безопасности гуманитарные измерения сирийского конфликта. Составленными в проекте резолюции, который в данный момент официально подготовлен к голосованию, хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет, предлагается простое с виду решение ввести режим прекращения огня по всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия. Но вразумительного ответа так и не получили. Могу главное принять, а детали можно додумать потом. Сложная материя сирийского конфликта такую логику отвергает, отторгает. Мы не раз уже это проходили, в том числе на примере того же Восточного Алеппо. Прекращение огня имеет огромное значение в принципе и не только для доставки гуманитарной помощи. Задача в том, как этого добиться. И здесь нужен не символизм решений ради решений, а шаги, соотносимые с реалиями на Земле. Мы постоянно говорим о том, что Совет Безопасности должен согласовывать выполнимые, а не популистские, оторванные от реальности решения. Речь идет об авторитете главного органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности, согласно уставу, цели и принципы которого мы только вчера обсуждали. Если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире. Чтобы достичь стабилизации требуется долгая и тяжелая работа со сторонами конфликта, чтобы они сели за стол переговоров и выработали параметры прекращения огня. Другого пути нет. Также невозможно постановить на бумаге, чтобы через 48 часов или любой другой срок пошли гуманитарные конвои и началась массовая медицинская эвакуация. Кстати, конкретные параметры нормализации по ряду сложных вопросов прорабатываются сейчас в Женеве, в том числе с использованием потенциала профильной целевой группы МГПС. Среди них лагерь для перемещенных лиц Рукбан. Как мы поняли, оккупирующие эту зону американские военные, наконец, дали ООН письменные гарантии. Лагерь Ерму, где сохраняется присутствие террористов ИГИЛ, анклавы Фуа и Кафрая. В этой связи хотелось бы знать, как авторы этой инициативы, авторы этой инициативы действительно не понимают ее утопичности, или здесь преследуется какая-то другая цель, далекая от желания помочь оказавшимся в трудном положении сирийцам. К сожалению, история Восточного Алеппо в 2016 году подсказывает, что верно второе. Цель спровоцировать скандал с тем, чтобы усиливать международное давление на власти Сирии и оклеветать Россию. Кроме того, фокус смещается с необходимостью срочно возобновлять женевский процесс на основе выработанных сирийцами в Сочи договоренностей на огульное обвинение сирийского правительства. Это что, способствует успеху Женевы? Повторю, чтобы вы все еще раз услышали. Россия продолжит делать все возможное для достижения мира в Сирии и возвращения стабильности в регион Брежневого Востока. Призываем наших партнеров заняться тем же самым в духе конструктивного сотрудничества и во взаимодействии с ООН, вместо того, чтобы продолжать сеять смуты, накачивать поддержкой джихадистов и рвать регион на части. Для того, чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к нему, которые сейчас мы распространим через среди членов Совета. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель.